Яченко Элеандро там на широком шагу пошел Вот он чуть не перехитрил в Зенге Но обошлось для хозяев поля Васин Гогуа Сейчас играет исключительно левым флангом В гости Практически не переводя его направо Вся игра вот здесь Где очень активно себя ведет Какие-то Гогуа Жудович Наконец-то мяч перевели направо И неплохо получилось Пошел сам Это Гашоков Оставляется мяч у Нальчан Подача Гогуа Попробуем еще раз Гидериев Иванович неплохо Дидюн А вот здесь уже неважно И Гудович Отбила Ливана глаза Очень много сил оставили команды Кто-то там подозревал Что-то По этой игре У меня никаких сомнений нет Что команды играют в футбол И здесь спортивный принцип соблюдается И характер борьбы Полностью отражает то, что это действительно Дерби, действительно футбол Ну а вы скажите Как не забивали Леандра И Дидюн Первый раз, что ли Хороший матч Особенно второй тайм хороший Калинько Калинько Муризио Нет, это Гвазам был А это Кацай Против Гидериева От ноги игрока Терекомячу ходит Замена Давид Сирадзе Автор победного мяча В прошлом туре Ворота футбольного клуба Тойм Выходит вместо 31 номера Вместо Леандра Дасильевой Теандра тоже сегодня неплохо поработал Но это Замена на усиление атакующей линии Игрок сборной Грузии Сирадзе Забивал в последних отборочных матчах Если не ошибаюсь Ворота Мальты И ворота Латвии Могу ошибиться Но если не изменяет память Ну и есть у него минут 5-7 Еще в этой игре Чтобы проявить свой бомбардирский талант Гвазава Передача на Кацайва Не доходит И вот Давид Сирадзе Восьмой номер С мячом Играет на своего статичного Как Гагита Гогова Сирадзе Дидюн Уходит Дидюн На скорости Дидюн Два-два Блестяще Разыграли эту комбинацию гостей Блестяще Вы посмотрите Как все началось Подхватил мяч Сирадзе На Гогу Тот дальше по флангу Пяткови Куда предлагает себя Сирадзе Сирадзе видит подключение Дидюна И точно в ножку ему вкладывает Чтобы Дидюн на скорости ушел От соперника И здесь Дидюн выиграл Посмотрите поставил спину Феррейра И с носка пробил в дальний угол 1-1 Ничья в этой встрече Ну Все логично Все закономерно Потому что Нальчик во втором тайме Имел моменты Чтобы Счет сравнять И вот сравнял сейчас На 86-й минуте игры Есть еще время у Терека Чтобы вырвать победу Есть время Чтобы вырвать победу Тереку А есть время Чтобы вырвать победу и Нальчанам Во втором тайме Футбол конечно на порядок Интереснее На порядок Зрелищнее И По качеству Он Конечно Выигрывает У тайма первого Но Уровень борьбы Остался ровно таким же Дидюн Дидюн Владимир Дидюн Забил свой Уже 10-й мяч В чемпионате 10-й Он и в прошлом туре забил Нальчику Спартаку Ой Нальчику Спартаку Подболен клубу Тонь Я забил сейчас Досталось Казбику Тетериеву Знаете Какая эмоциональная игра Дерби даже захватило Вашего комментатора Признаюсь честно Но Евгений Турбин Конечно же Время добавит Который сейчас Играет За Нальчики Спартак Оказывает помощь Там Казбик Тетериеву И Опасный штрафной Зарабатывает Дерек У мяча Ливани Гвазава А какой был момент У Асельдарова И не один Помните Когда и головой бил И когда Выиграл там Борьбу Джудовича Но Сейчас Не об этом Подача Гвазавы В штрафную Где мяч Маурисио Рядом со штангой Мяч проходит Вот на общем плане Сразу было не поедет Как же там мяч Отскочил К Маурисио Но он быстро Сориентировался Пробил в нижний угол И буквально Считанных сантиметров Ему не хватило Чтобы вывести Свою команду вперед Сирадзе Сирадзе Назад Калинько Напомню Что за Три года Соперничества В премьер-лиге Дерек и Нальчский Спартак Ни разу не играли В ничью Ни разу Три победы одержали Нальчане И две Был на счету Грозенского клуба И вот сейчас Эти команды Очень близки к тому Чтобы Наконец-то Разойтись в мир Богу Попадает Дедюна Ну и Яченко Быстрее Быстрее Вперед Кацаев Маурисио Хол Хол Да Иванович Подтолкнул Мауриси Уже пошло Компенсированное Арбитром Время Сколько добавил? Три минуты Три минуты Добавил Евгений Турбин Три минуты Есть у Терека Смотрите Как-то Терек Сразу же Перевернул игру Да Сразу же Прижал Нальчик К своим воротам Гвазава Заброс Штрафную Борьба Гашоков Мяч Не подхватывает Здесь без нарушения правил Обошлось И быстрая Контратака Нальчан Етериев Передача Направо Гашоков Дальше Еще направо Это Рикардо Он штрафной Прострел И Дидюн Чуть не Выводит Свою команду Вперед С ближней штанги Переправлял Мяч Ворота И немного Не попал Но идеально Сейчас Геометрически Идеальная Была Нарисованная Контратака Нальчан Торопится Джанаев Она показывает Зачем С чего момент Там возник Ну Шамиль Осельдаров Момент За моментом Ворота Там уже Были Без Вратаря Но Подстраховывали Каленько На линии Его партнеры Кто знает Попади В створ Осельдаров Почему бы Это привело Летел бы Мяч Ворота Или нет Он И пытался Бить верхом Так чтобы Никто прервать Полет Леча Не сумел Что здесь Нарушение Или Ау Смотрите Болельщики Уже Потихонечку Пошли туда Ближе К парапету Чтобы Оттуда Своим Дыханием Погнать Команду Вперед Остаются Играть Секунды Секунды В этой встрече Лахиялов Ключевой момент Встречи Надо сделать Хорошую передачу В штрафную Подача И там Гогуа Дидюн Первым на мяче Будет Яченко Но не в поле А Из-за боковой Ведет СМ Далеко В штрафную Борьба Асельдаров И вот Ноги Игрок Атерика Мяч Выкатывается За лицевую линию Все Все Евгений Турбин Смотрит на Секундомер Этот матч Победителя Не выявил И это Первая Историческая Первая Ничья Этих команд В рамках Премьер лиги Вот так вот Посрамили Всех Букмекеров Всех Тех Кто Рассказывал О том Что этот матч Будет не носить Спортивный Какой-то характер И будет Здесь отсутствовать Спортивная борьба Браво Команды От меня лично От комментаторов Встречи Я думаю Что от всех Болельщиков Браво Действительно Это была Бескомпромиссная игра Это Был футбол Самый настоящий футбол И ничья Стала абсолютно Закономерным итогом Вот этой Войны Вот этой битвы Напомню что Восинович На 13-й минуте Переправил мяч Шли в ворота И Так Терек Вышел вперед А подзанаве Встречи На 87-й минуте Игры После Блестячей Контратаки Нальчане Сравняли счет И Отметим передачу Голевую Давиду Сирадзе Ну и конечно Завершающую точку Владимира Дедюна Послушаем Тренеров Сегодняшних команд Судя по эмоциям На последних минутах Ничья у вас тоже не устраивала Ну хотелось выиграть Тем более Во втором тайме Были моменты Ну и все-таки Терек в конце В целом Игра понравилась вам? Спасибо Анатолий Николаевич В целом Какие впечатления Матча ставил? Я думаю Матч такой был Обоюдоострый Интересный Единственное что Я считаю Что во втором тайме Очень плохо сыграли Уборонежцев Пара центральных защитников Я думаю Что это Наверное Один-один Закономерный результат Во втором тайме Открытый футбол уже Пошел? Ну в принципе Нам терять нечего И им тоже самое У нас Нас надчиком Всегда такие игры Получаются Открытые Спасибо Спасибо большое Суббергу Николаеву Нашему корреспонденту Гродну Спасибо большое Анатолию Байдачному И Юрию Коснежану Но вы видите Наставнику Нальчан игра Не понравилась А В отличие от вашего Комментатора Анатолий Байдач сказал Что очень плохо Сыграли в центре обороны А я сказал Что Миленчук Был один из лучших Но вы видите Вот такие Расхожие моменты Можете действительно Где-то здесь На эмоциях Сразу же все трезво Анализировать Не получилось Самари Этого матча Под Акомпанемент Той борьбы Которая была В этой встрече Я наверное С вами буду прощаться Благодарю всех Кто смотрел Эту прямую трансляцию На канале НТВ плюс Наш футбол Благодарю всех Кто помогал Организовывать Эту Замечательную трансляцию И Буду наверное С вами прощаться Смотрите Наш футбол На канале Наш футбол Для вас сегодня Работал Константин Генич Всем счастливо Спасибо Пока Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров